Всем привет, друзья! Сегодня сделаем простую самоделку из этого хлама. Что-то я нашел в гараже, а что-то на металлоприемке. Самоделка реально простая и сделать ее сможет каждый. Всем приятного просмотра и хорошего настроения. Ну а я начинаю! Для начала возьмем трубу. Под его на 20 или 3,25 дюйма. Отметим 900 мм и отрежем болгаркой. Дальше в трубе нужно будет просверлить ступенчато и желательно по одной линии 4 отверстия диаметром 9 мм. Первое отверстие от края сверли на расстоянии 150 мм, остальное через 220 мм. После сверления зачистим трубу от ржавчины и заусенцы. Теперь необходимо было сходить к токарю, но он получил аванс и временно недоступен. Поэтому давайте пойдем сложным путем, который заключается в том, чтобы найти и подобрать трубы разного диаметра. Теперь отрезанные куски при помощи болгарки разрежем вдоль и наденем друг на друга. Этого, как видите, оказалось мало. Нужно найти еще один диаметр трубы, чтобы они внутри не болтались и проделать с ним те же операции. Дальше при помощи деревянного бруска и проставки запрессуем набор этих труб разного диаметра в центре крестовины от компьютерного стула. Теперь давайте при помощи электродоговой сварки сделаем нашу конструкцию неразъемной. Дальше при помощи электродогой После зачистки заусенцев и ржавчины этот прием нужно проделать и с четырьмя ступицами. Дальше обезжиривание, грунтовка и покраска, чтобы как говорится глаз радовался. Ну вот и все друзья, моя самоделка готова. Думаю вы уже и сами догадались для чего она нужна. Все правильно, это стойка для хранения колес. И да, я знаю, что такую можно купить. Теперь хотелось бы услышать ваше мнение или совет по поводу полезности этой самоделки. Напишите в комментариях, как и где вы храните сезонную резину. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачи, добра и хорошей теплой погоды. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok